Девочку с травмами, характерными для сексуального насилия, доставила в больницу сама мать. Передав ребенка врачам, она тут же скрылась. Но уже вечером ее местонахождение было установлено. Во время беседы со следователем она оказалась пьяна. Тем не менее, правоохранителям удалось выяснить. После произошедшего девочка еще три дня находилась дома без оказания какой-либо помощи. Так почему садили, с понедельника в больницу не поехали? Испугалась. А чего испугались? Вот такого никогда не происходили. А сегодня как в больницу обратились? Здесь чем? Плохо стало совсем. Ну совсем как? Что? Ну спит и спит. Следователи незамедлительно возбудили уголовное дело об изнасиловании лица, не достигшего 14-летнего возраста. И уже вечером был задержан 16-летний подросток, который дал признательные показания в совершении преступления. Есть данные о том, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Он является родственником девочки, ее двоюродный брат. Возникают у нас очень серьезные вопросы к матери этой девочки. Вчера же местонахождение матери было установлено. Она была на момент беседы со следователями пьяна. Уже собраны данные о том, что ее знакомство с алкоголем носит постоянный характер. Пока следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, за здоровье ребенка борются врачи краевой клинической больницы. Поскольку после произошедшего девочка еще три дня находилась дома без оказания какой-либо помощи, состояние ее крайне тяжелое. Ребенок вчера вывезен к нам в отделение в очень тяжелом состоянии, в состоянии септического шока. Ей проводились все необходимые диагностические мероприятия, лечебные. Девочка взята была практически сразу с подготовкой в операционную. Ночью работала с ней бригада, это хирурги, гинекологи, анестезиологи. Сейчас в настоящее время состояние ребенка остается очень тяжелым, нестабильным пока. Сейчас девочка приходит в себя, между тем по инициативе следователей решается вопрос о лишении матери прав на ребенка. Кроме того, собираются материалы для возбуждения уголовного дела о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.